Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе полезные вещи для рыбалки, мастерская самоделок из СССР. Сегодня я покажу, как сделать самоподсекающий поплавок, который еще попрыговался в журналах СССР. Его еще в СССР рыбаки придумали и успешно применяли. И давайте я сейчас покажу, как легко сделать. Делается он настолько просто, что я даже не стал показывать. Я покажу просто, какие материалы я взял. Вы сами увидите, расскажу, по какому принципу он работает. Давайте начнем. Тут, как я уже говорю, все пришло еще в СССР. Практически все снасти вот эти были в СССР. И сейчас просто многие их повторяют. Эти интересные всякие всевозможные самоделки. Но ничего не придумано было. Как я сказал, ничего все уже давно придумали. Здесь поплавок. Смысл. Вот это самое. Нам нужно сделать самоподсекатель. Вот это вот любая, любой вот этот вот квадратик, круг из жесткого пенопласта, который будет создавать сопротивление воде. Сам поплавок это хлыстик. Это обычный хлыстик из-под зимней удочки пластмассовой. Я просверлил пробку и проделал этот хлыстик. Сверху я закрепил тоже из жесткого пенопласта. Такой дополнительный поплавок. Верхушку, чтобы было видно все поклевки. Это обычная пробка из-под вина. Здесь я тоже вклеил такую проволоку, колечко. Здесь будет проходить наша леска. То есть здесь мы будем стопором. Можно вот здесь вот. Не, просто леску. А здесь вот уже кембриком выставляется глубина. Тоже темный кембрик. Через вот эту вот проволоку, колечко и через кембрик мы выставляем глубину. Отгружаем его. Он стоит наискосок. Может плавать. То есть у нас не на дне может быть груз, как вам угодно. Здесь я проклеил обычным рыбным. Здесь я проклеил обычным рыболовным лаком. Здесь вот тоже черные точки, черные полосочки сделал маркером. И самое главное, вот это кольцо из жесткого пенопласта, которое создает сопротивление. Здесь длину поплавка вы тоже можете регулировать. То есть поплавок клюет и здесь вот это наш пенопласт же плавает. То есть пенопласт уходит и создает сопротивление. Вот когда в момент ударяется, создается такое вот сопротивление и происходит само подсекание. Длина он 24 сантиметра. Говорю, делается 5 секунд. Просверлить пробку, продеть наш. Ну и в принципе где-то даже десяти грамм нет. Получился он достаточно легкий. И далее давайте проверим его работу. Здесь посмотрите, я вам покажу наглядно. Вот мы выставили наш поплавок наискосок, потому что, например, груза у меня всегда на дне выставили. Он стоит, нормальный, рабочий поплавок. Далее происходит поклевка. Посмотрите, происходит резкая поклевка. Лучше, конечно, для крупной рыбы, карп. Смотрите, поплавок клюет и создает сопротивление. Видите, это кольцо, он резко клюет, раз, и оно останавливается вот на этой верхушке. То есть не дает кольцу дальше уйти. Именно кольцо вот это создает вот это сопротивление. И в этой части происходит, когда вот это кольцо поднимается, когда поплавок клюет, вот это колечко из жесткого пенопласта ударяется, потому что оно всплывает моментально. Когда вот оно ударяется и создается вот это вот сопротивление. Все происходит поклевка. Вот такой вот самоподсекающий поплавок именно это СССР, потому что в СССР его придумали, как и многое другое. Ну и так, а на сегодня все. Всем, кого понравилось. Ну и так, на сегодня все. Конечно, надо проверять. Это надо проверять все в водоемах. Проверять, экспериментировать, что-то дорабатывать, что-то убирать. Так идеи достаточно интересные, самоподсекающие по влогу СССР, которые делаются за 5 минут. На сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и моя группа Рыбалка Кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!